Белорусские представители Футбольной Лиги Европы готовятся провести ответные поединки второго квалификационного раунда. Сегодня вечером вслед за Батэ шагнуть в следующий круг отбора могут Минская и Брестская Динамо. Какое настроение у Белоголубых в преддверии важных встреч, узнаем из нашего следующего сюжета. У Минского Динамо все максимально просто. В скопье белорусы добились комфортного результата. Счет 1-1 вполне позволяет болельщикам столичного клуба настраиваться на положительный лад. Показательны тут не только цифры на табло. Было видно и по игре, что работничке вполне проходимый противник. Тем не менее главный тренер Динамо очень серьезно относится к предстоящему поединку. От обороны играть дома команда не собирается. Вы если заметили и может посчитали, мы сейчас самая атакующая команда и по ударам, и по создаваемым моментам, и нападающим у нас больше всего. Да, есть проблемы с реализацией, но для меня очень важно, что мы создаем момент. Реализацию будем подправлять. Это и есть мастерство. Игра Динамо и работничков начнется в 18 часов на стадионе «Трактор». Через полтора часа только в Бресте стартует поединок местного Динамо и Альтаха из Австрии. В первой игре этих команд также была сфиксирована ничья 1-1. Опять-таки результат положительный. Забитый гол на чужом поле, он дает возможность в случае, если мы не пропускаем выхода в следующий раунд, все преимущество от счета 1-1. Но мы от него отталкиваться не будем. Задача команде не будет ставиться играть в обороне и сохранять этот счет. Мы будем играть на победу. Этим летом Брещан является, пожалуй, самым ярким ньюсмейкером. Только недавно все говорили о приезде не Хайчика и Милевского, а уже сегодня в интернете гуляют слухи о том, что главный тренер «Динамовцев» оставил свой пост. Тем не менее, Владимир Журавель эти слухи пересек. На матч с Альтахом в качестве тренера команду выведет именно он. К слову, и новички «Динамо» к завтрашней игре также готовы. К игре готовятся все. Травмированных у нас нет. Гаврилович Алексей вернулся в общую группу. Все в обойме, все готовятся к матчу. Выбор состава будет сделан завтра.